Так, ну вот, друзья, у нас будет сюжетик, который называется «Задача Эрдыша о равных расстояниях». Где-то вот 60 лет назад жил такой человек, ну сказать, что он жил там ровно 60 лет назад, нельзя, потому что он прожил очень долгую жизнь. Он прожил 84 года, 83 и на 84-м умер. Ну типа 1913-1997, наверное, годы жизни. То есть он жил более-менее в течение 20-го века и творил тоже. Вокруг происходили перипетии, его отец был в русском плену еще в Первой мировой войне, сам он был с территорий, которые были внутри Австро-Венгрии и так далее. И потом во время Второй мировой ему пришлось бежать от Гитлера, потому что он был еврей. И впоследствии он еще из Штатов тоже бежал, потому что Штаты пытались на него наложить лапу и не пускать в Москву на конференцию. И он сказал, не хочу ни от дяди Джонни, ни от дяди Сэма, зависит не хочу ни от кого. Вот, в общем, такой человек очень свободный по жизни, он жил, у него, правда, никогда вообще не было ни семьи, ну то есть он был полностью свободен от какой-либо вот жизни обычной, и всю жизнь занимался математикой только. И до сих пор он чемпион мира по количеству опубликованных статей, полторы тысячи, хотя сейчас в связи с новой системой подсчета в наукометрике вместо одной статьи часто пять публикуют статей. Случай такой-то, случай такой-то, случай такой-то. И все равно пока его никто не догнал. Ну, его звали Пол Эрдыш, и он оставил огромное количество открытых проблем. Ну и вот после того, как он умер в 97-м году, эти проблемы, они живут своей жизнью, и на самом деле популярность этих задач, а он, ну, можно сказать, родоначальник, основатель науки, которая называется комбинаторная геометрия. И эти задачи, они, ну, при нем, при жизни его, выглядели совершенно отвлеченными, абсолютно. Неожиданно, там, сколько точек можно взять в пространстве максимально, чтобы все треугольники, которые на них висят, были остроугольными, например, да, проблемами. Ну, какое отношение, да, она может иметь какое-то текущее вокруг нас в жизни. Но неожиданно выяснилось, что многие из этих проблем имеют самое прямое отношение к искусству написания программ, к алгоритмам. То есть эти задачки, такие вот простенькие задачки на грифельной доске, они на самом деле, искусство в этих задачах означает, что вы и алгоритм будете писать хорошо. От Андрея Михайловича Ягородский был в какой-то момент приглашен вместе с командой, да, в России главный человек по комбинаторной геометрии Андрея Михайловича Ягородский, которого вы наверняка знаете, многие из вас. Вот. И он, значит, вместе с большой командой в какой-то момент пошел по приглашению Яндекса заниматься задачами поиска ложных ссылок, линковых колец. То есть когда какого-то прохиндея начинают активно пиарить как бы за его деньги, да, какими-то хитрыми способами давая ссылки на него. И вот нужно это выявить, чтобы Яндекс это выявлял и как бы не выставлял его в первые ряды, а противодействовал соответствующему. Оказалось, что эти такие алгоритмы, которые пишутся, они имеют самое прямое отношение к задачам на графах, которые Ярдыш рассматривал, совершенно не ведая о том, что это потом придется как-то применять. Ну и вот примерно такая же схема с остальными задачами. Сегодня я хочу рассказать про самую любимую задачу самого Пола Ярдыша. И задачу, которая с тех пор, в общем, никаких продвижений со времен Ярдыша в ней нет. И не то чтобы она выглядела, она выглядит как какая-то вполне симпатичная школьная олимпиадная задачка, но вот, блин, она сложная очень оказалась. И поэтому, если кто-то из вас пойдет в большую математику и там сможет на ней продвинуться, то это очень, так сказать, это будет, безусловно, оценено международным сообществом и нашим, естественно, в том числе. Значит, смотрите, задача выглядит так. Вам даны точечки. Вот, допустим, это магнитная доска. Знаете, бывают такие примочки? Они на магнитике вот так вот приклеиваются, но их можно двигать. Ну вот представьте себе, что вот это несколько таких точечек магнитиков. И ваша цель эти точки подвигать так, чтобы как можно больше отрезков между ними оказались одинаковой длины. Вот такая задача. Ну вот, давайте первым делом сверим часы. Если, например, у меня девять точек, то сколько отрезков всего будет здесь нарисовано? Слух, громко говорите. Давайте громче. Так, 36 ближе к делу. 36, потому что из каждой точки выходит 8. А, все, 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 верно. Я кое-что в уме имел в виду из дальнейшего, потом увидите, что именно. Да, совершенно верно. Из каждой точки выходит 8 отрезков. Значит, вроде 9, 8, 72. Но мы таким образом каждый отрезок считаем дважды, потому что мы посчитали его, когда он выходил из начала, и посчитали его, когда он выходил из конца. Вот. Ну и этот, то, что называется С из 9 по 2, да, число пар, число сочетаний из 9 по 2, то есть число просто пар, всевозможных пар, в множестве из 9 элементов. Все правильно. Ну вот, значит, вопрос, например, сколько вот здесь можно сделать с помощью хитрого размещения 9 точек равных расстояний. Вопрос уже не очень тривиальный, на самом деле. И сейчас я это вам докажу. У вас есть с собой бумага, ручка? Отлично. Ну давайте начнем с очевидностей. Если точки у вас 3, то вы, разумеется, все 3 отрезка делаете равными друг другу. Это называется... Рустроение другое. А если точки 4... Вот ромб лучше, потому что в квадрате 4 вот таких, отрезка и 2 таких, а в ромбе 5 одинаковых и 1 более длинный. Но 6 делать нельзя. Ну там по очевидным причинам. Шестая была бы в пространстве тогда. Вот, то есть для 4 ответ количества расстояния, которое можно уравнять, равно 5. Для 3 оно равно 3. Значит, для 5, 6, 7, 8, там это тоже в общем известно все. До 33 это вполне себе поддается компьютерному анализу. Может даже позже, там с каждым днем все больше можно просчитать. Но задача чрезвычайно трудна для компьютера, потому что непонятно, что здесь перебирать. Понимаете, да? Тут точки прыгают по плоскости. Вы же не будете перебирать все положения. Нельзя все положения перебрать. Там континуум положения, если кто знает такие умные слова. Ну бесконечное количество, да? Да еще какое. И поэтому тут явно нужны какие-то идеи алгоритмические. Но вот даже после того, как эти идеи воплотить в жизнь, все равно там предел сегодняшний явно вот больше 100 уже ничего нельзя перебрать. И начинаются только гипотезы. Но вот давайте возьмем 9 точек и сейчас будет... Вот сейчас, сейчас... Кто больше? Вот давайте. 9 точек нужно расположить. Вот чтобы вы прониклись этой задачей, да? Попробуйте 9 точек расположить на плоскости в наиболее успешную конфигурацию. То есть, в такую, при которой как можно больше отрезков между ними оказываются одинаковыми. Я дам несколько минут на это. И я держу пари, я держу пари, что если, если вы до этого не знали правильный ответ, вы его не сможете получить. Но кто смотрел одно из моих видео на канале, где правильный ответ выдавался, тот, конечно, знает. Но тот говорит... Сейчас тихо, прям вот. Кто... А поднимите руку честно, кто на самом деле смотрел на канале и знает, какой правильный ответ на 9 точках. А, нет таких. О. Ну вот, тогда давайте. Дерзайте. Дерзайте. Шестнадцать получилось, да? Да. Поднимите руку, у кого уже получилось шестнадцать. Ага, ну вот это одна из правильных, да, картин. Есть несколько видов, там можно эти... То есть, ну, вот это вот, да, я перерисую. Как тебя зовут? Витя. Вот, видите, ну, картину сейчас перерисую. Раз, два, три. Значит, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот такая очень симпатичная картиночка, состоящая из однососторонних треугольников. Конечно, она быстро приходит в голову всем отшкольникам. Но у кого-то есть, может быть, немножко другие идеи, что там вот это можно через... По-другому эти ромбики составить. Ну, в общем, это не суть. Много похожих картинок на треугольной сетке, получается число шестнадцать. И это не максимум. Да, на плоскости, и это не максимум. Чего, история вопроса, знаете, какая? Я, как обычно, подхожу к своим лекциям очень разгильдяйски. Если мне что-то очень понравилось, я тут же начинаю читать лекцию про это. И на кураже читаю, и совершенно не интересуюсь, что происходит на самом деле по этой теме в это время. В это время может происходить то, что я неожиданно там... Вот я читаю, читаю лекции, и несколько раз читал в разных городах. И вдруг раз, и где-то во время того, как я читал, где-то в какой-то точке планеты, там кто-то продвинулся в исследовании этой задачи, а я просто еще не знал, ну как с хроматическим числом плоскости. Нет, с хроматическим не вышло так, потому что мне сразу десять человек написало, когда седьмого апреля его улучшили. Вот, в общем, я не знал точно, сколько здесь правильный ответ. Думал, что шестнадцать. Пока не провел лекцию в СУНЦ МГУ. И один преподаватель, не школьник, правда, преподаватель, не выдал мне картины с восемнадцатой. Говорит, да ты чего? Он говорит, ну вот, пожалуйста, восемнадцать. Так, всяк, попробовал проверить, да он проверил аккуратно. Восемнадцать. Все по чесноку. Сейчас показываю, как можно сделать восемнадцать. Его зовут Юра Егоров. Значит, смотрите, делаем маленький треугольник, вот эти вот стороны отношения к делу иметь не будут. Это равносторонний треугольничек, который находится у меня внутри. А вот дальше, возможно, конструкция при некоторой длине зеленого вот этого вот ребра, оказывается, что при некоторой длине зеленого ребра вот такая конструкция дает восемнадцать разных отрезков. Восемнадцать из тридцати шести, вы представляете, что это такое? То есть половина всех отрезков оказывается одинаковой длины. Половина всех, которые здесь есть. Вот, то есть на самом деле этот шестиугольник, он, естественно, не, ну, если вы долго подумаете, он неправильный. Он со сторонами одинаковый, но углы здесь разные. Вот. Углы бывают трех типов. Вот эти три и вот эти три. В зависимости от того, значит, вот с какой стороны от этого они находятся. Сзади от сторонки или как бы спереди вот вершинки вот этого внутреннего. Ну, вот такая картина красивая очень. Она дает этот максимум для девяти. Но фишка в том, что дальше, в общем, довольно быстро ничего неизвестно становится. То есть уже вот, по-моему, для пятидесяти ничего неизвестно. Но здесь я могу ошибаться. Но начиная со ста вообще ничего неизвестно. И плохо то, что неизвестно даже асимптотики. Давайте я объясню вам, что значит слово асимптотика. Наверное, кто-то из вас знает. Поднимите руку, кто знает, что значит слово асимптотика. Так, ага, сейчас я расскажу вам, что это такое. Это легче рассказать на некотором, ну, программистском языке таком. Я думаю, что среди вас сейчас школьники любят информатику. Вот в наше время это было не так, а сейчас очень многие школьники любят информатику. Но вот когда вам требуется что-то решить алгоритмически, написать программу, которая быстро работает. Вот эта программа обычно зависит от того, сколько подали на вход каких-то данных. Вот наша задача, она параметрическая. Она зависит от параметра, сколько у меня вот этих точек и фишек. Поэтому чем больше точек и фишек, соответственно, этих, тем больше, естественно, отрезков у меня получится друг друга уравнять. Ну, потому что если я добавляю еще одну точку, в самом худшем случае количество равных отрезков не увеличится. Хотя и это тоже невозможно. На самом деле всегда можно точку поместить на расстоянии равном от некоторых двух точек предыдущей конструкции. То есть уж точно на два оно должно расти всегда. Ну, вот эта вот функция, да, сколько отрезков получилось одинаковыми при оптимальном рассмотрении. Давайте ее обозначим от f от n, да. То есть f от 100, например, это сколько из 5050 отрезочков можно уравнять, если у вас есть 100 точек. А f от 1000, соответственно, сколько из там вот 1000 на 1001 пополам. Вот. Вот это 929 пополам. Ну, и вопрос в том, с какой скоростью она растет. Ну, вот какие у нее явные, очевидные могут быть ограничения поставлены. Ну, прежде всего, ее никак не больше, чем вообще всех отрезков, которые можно здесь нарисовать. То есть c из n по 2 или, диктуйте, не-не-не, не факториал. Вот. Точно. Что примерно равняется n квадрат. Ну, пополам, ну, не важно. В общем, я тут напишу константа на n квадрат, вот так. То есть асимптотика, это когда я начинаю грубо оценивать, вот у меня n квадрат минус n, я взял, оценил как n квадрат, сказал, что n очень маленькая по сравнению с n квадрат, да. Вот это вот принцип асимптотики, что я смотрю порядок роста, с какой скоростью это растет. Ну, половина здесь в константу зашита, да. Значит, вот что-то, что пропорционально n квадрат. Вот это точно верхняя граница, ну, никак не больше, это понятно. А нижняя, то есть вот на что мы можем точно рассчитывать? Давайте подумаем вместе, на что мы можем рассчитывать? Вот какую функцию здесь можно поставить и сказать, что вот столько равных отрезков, ну, точно мы всегда сможем породить, если есть n-точек. А, f от n-1, да, ну, давайте, это рекурсивное будет. n-1 действительно совершенно очевидно, ну, и оно примерно равно n. Просто взяв их, ну, друг за другом на равных расстояниях, да. То есть она зажата между n и n квадрат, если говорить вот грубо, асимптотически. Так вот, на самом деле, на сегодня, вот эта вот, вот эта картина, она так явно не оптимальна абсолютно. И сегодня я буду рассказывать, как можно ее улучшить. А, дальше, я сегодня, прямо сейчас вам скажу, что на самом деле, на сегодня известно вот такое, на константу какую-то, то есть, что нельзя расставить n-точек при растущем n, так, чтобы равных отрезков друг другу было больше, чем n в степени 4 третьих. Вот такой порядок роста, это верхняя граница. То есть вот это очевидное, а вот это достаточно сложное, это некоторое рассуждение, доказательство, я сегодня не буду проводить. Но вот что удивительно, что снизу до сих пор почти константа на n стоит, почти. То есть вот это почти еще Пол Эрдиш превратил в некоторую растущую функцию, но растущую так медленно, что она растет медленнее любой степени. Любой, а вы знаете такие функции, которые вот растут, но очень-очень медленно? Ну вот какой-нибудь пример. Логарифм. Логарифм n – типичный пример. Логарифм n растет, но ужасно медленно. Медленнее, чем n в любой, даже в степени 0.0001, да, в конце концов, логарифм будет отставать от нее. И вот Пол Эрдиш сделал здесь гораздо лучше логарифма, но все-таки медленнее, чем n в любой, сколь угодно малой степени, сколь угодно малой степени. Вот это, ну а соответственно, когда мы умножаем еще на n, здесь появляется единица. Ну и вот, собственно, я сейчас сформулирую гипотезу Эрдиша, которая является открытой математической проблемой на сегодня, а потом расскажу конструкцию, с помощью которой Эрдиш вот создал эту нижнюю оценку, до сих пор самую лучшую из всех, которые у нас есть. То есть как бы как сделать нижнюю оценку? Нижнюю, вот верхняя оценка, это математика глубокая, это рассуждение, предположим, что n-точек стоят так, что расстояний равных друг к другу больше, чем n, а тогда дальше делается много-много-много сложных выводов и приводится к противоречию. Но нижнюю оценку строить гораздо проще, потому что достаточно предъявить некоторый вид картинки, вот такой повторяющийся, да, с ростом n, и показать, смотрите, как я расположил, вот, а у меня уже лучше, чем у Эрдиша. То есть, в принципе, у любого школьника, сильного олимпиадного школьника, на какой-то момент может такое случайно получиться, да, он просто вот догадается до какой-то фишки, до которой никто не догадался. А такие истории есть, такие истории есть. Дима Захаров в девятом классе взял и в другой задаче Эрдиша, догадался, как расставить там точки, вот я ее начальник сформулировал, просто треугольные треугольники. Вот, в девятом классе московскую школу 179 взял и решил задачу, которая 50 лет стояла до этого, нерешенная. То есть, такое бывает, понимаете, на самом деле это чудеса, но они случаются. Ну вот как бы случаются в исполнении там крутых школьников российских школ, мат-классов. Поэтому, если что, вполне может быть, что кто-то из вас возьмет и сочинит какую-то конструкцию, которая вот эту оценку улучшит. Вот, но гипотеза Эрдиша заключается в следующем. Для любого числа С, ну какой-то константы, да, для любой константы С, и для любого сколь угодно малого Эпсилон, ну я напишу, как бы просто для любого Эпсилон больше нуля, то есть для любых двух чисел С и Эпсилон, оно имеется как бы в виду, что проблема начинается, когда С большой, а Эпсилон маленькая. Вот чем больше С, тем меньше Эпсилон, тем у нас будет больше проблем у соответствующей гипотезы. Так вот, для любых вот таких двух чисел существует лишь конечное количество таких n, что f от n больше, чем С на n в степени 1 плюс Эпсилон. Вот точная формулировка гипотезы Эрдиша. Итак, ну например, да, например, подставим вместо С тысячу, очень большое число, да, а вместо Эпсилон какое-нибудь очень маленькое, например, одну тысячную. Вот. А, нет, здесь я не прав. На самом деле С тоже, чем меньше С, тем нам хуже, тем нам сложнее. Давайте и то, и другое будет. То есть вот у меня очень маленькая константа умножить на n в очень маленькой степени. И, несмотря на, вот, вроде то, что в начале эта функция, она очень, ну, очень медленно растет, да, там, примерно равно миллион, она еще совсем маленькая, примерно равно миллиард, она совсем маленькая. Но потом она начинает уже значительно обгонять саму константу n, как бы вот, асимптотику n. То есть там при n, равном там много-много-много триллионов, уже вот это число значительно больше, чем n. И оказывается, что, если верить гипотезе Эрдыша, то до какого-то момента будет получаться расставлять точки на плоскости так, чтобы количество равных отрезков было больше, чем это число. А после какого-то уже никогда не получится. Никогда. То есть вот вслед за каким-то числом n большим, уже нельзя будет ни одно большее количество точек расставить так, чтобы здесь получилось количество отрезков больше. Ну вот такая гипотеза, 1900 какой-то, 60-й год там или что-то в этом духе, в районе того. И она до сих пор открыта. Вот, она открыта. А я сейчас расскажу, как он получил свою самую лучшую оценку на основании каких идей. Довольно любопытно, что идеи будут чисто алгебраическими, а не геометрическими. То есть задача геометрическая, но она решается алгеброй. Ну вот, решается настолько, насколько сегодня ее в принципе умеют решать. Так, все, оставить до этой доски гипотезу на некоторое время и пописать на этой, да? А потом мы уже гипотезу тоже сотрем и будем писать там. Итак, если мы верим в то, что расположение точек просто вдоль одной прямой, одну за другой, и это не очень экономно, то, пожалуйста, обратимся к обычной клетчатой тетрадке. Что происходит на клетчатой тетрадке? Расположим. Да, начиная с этого момента у нас очень много точек. То есть N, так как мы изучаем именно асимптотическое поведение, когда N растет, смотрим, что происходит, будем считать, что у нас этих точек очень-очень много. Вот эту линию я нарисовал как-то очень криво. Мне хочется здесь нарисовать достаточно точную сетку, потому что будет много рассмотрений на этой сетке дальше. Ну давайте попробуем вот так поточнее сделать. Несколько линий еще проведем. Вот. Давайте представим себе, что наши точки – это некоторый фрагмент вот этих вот, но что всех узлов сетки. То есть просто вот эти вот точки располагаются в вершинах прямоугольной сетки. Скажите тогда, сколько, вот чему будет примерно равна F от N, если мы будем игнорировать граничный эффект, что на границе это по-другому. Вот из каждой точки сколько равных отрезков исходит? 4. И это означает, что я пишу 2N, потому что каждый отрезок я опять же посчитал 2 раза. То есть, грубо говоря, если я посчитаю все отрезки, исходящие из каждой точки, то для каждой точки мне нужно будет читать вот эти 2. Вот. И, соответственно, у меня получится, что я уравнял не N точек, как картинки, когда я на прямой, да, их один за другим, а 2N. А если... Вы видели когда-нибудь треугольные тетради? Вот. Я тоже один раз видел, потом как маньяк ходил по району Измайлова в Москве и в каждой канцелярской спрашивал, есть ли у вас треугольная тетрадь. Мне отвечали, нет, зачем? Я говорю, чтобы числа Эйзенштейна изучать. Вы что, не понимаете, что ли? Но трудовщицы не понимали. И нигде не было в треугольной тетради. Но если вы ее представите, то сколько будет стоять здесь, вот справа, если мы возьмем кусок треугольной сетки? Да, 3N, потому что из каждой точки уже исходит 6 отрезков, равных друг другу. Ну и кажется, что здесь предел уже достигнут, потому что мы других сеток более экономных явно не знаем. Если из точки отправить 7, 8 или больше отрезков, то уже не из каждой точки будут исходить столько отрезков. Это уже будет не сетка, грубо говоря, да? И тем не менее, можно выжать гораздо большее, даже из обычной вот этой. Вот сейчас я возьму и ничтоже сумняшуся, здесь напишу 6N, 6N на основании той же самой схемы. Но я буду считать не вот эти вот отрезочки, а некоторые другие. Так, мне нужен фрагмент сетки еще большего размера для этого. А вы пока думайте, может быть, вы тоже догадаетесь, откуда здесь 6N можно взять. Сейчас я буду считать что-то другое. Так, ну вот у меня тут раз, два, три, четыре, пять. Вот это пятая, это вот в ту сторону пошла. Ну давайте еще нарисуем одну справа линию, возьмем самую центральную. Так, еще несколько проведем. 5, 6, 7, 8, 9, 10, давайте еще 11, 12. Вот, теперь точно хватит. Я сейчас покажу, какие отрезки я буду считать. Где здесь центр? Центр вот здесь. Итак, предположим, что мы по-прежнему наши фишечки, точки поставили во все узлы обычной прямоугольной сетки. Но считаем теперь не эти отрезки, а те отрезки, которые имеют длину 5. Да, кто сказал? Конечно, смотрите, что происходит. У меня теперь из этой точки исходит вовсе не 4 вот этих. Помните, кто такой египетский треугольник? Раз, три, четыре, пять, значит это тоже 5. Значит вот эти все друг другу равны. Все, все, которые я рисую, все друг другу равны по длине. И их у меня получилось 12. Они все лежат на одной и той же окружности. На этой окружности лежит 12 целых точек. И деляя, естественно, на два, как обычно, мы получаем 8 точек в 6n. Кто больше? Да, если вот это то, что мы видим, а если вот так, да? Да, давайте посмотрим, нет ли еще больше. Ну, да, можно попытаться так. Но на самом деле я хочу сказать, что здесь ассоциация с пифагоровыми тройками происходит потому... Вот смотрите, давайте этот сюжет разберем вот именно что по косточкам до самого конца. Разберем на атомы. Стираю? Итак, вместо геометрии возникает какая-то странная алгебра, связанная с египетским треугольником и, возможно, другими пифагоровыми треугольниками, которые мы тоже можем, в принципе, много знать довольно. То есть возникает это из-за того, что 3 квадрат плюс 4 квадрат равно 5 квадрат плюс 0 в квадрате. Потому что что такое вот этот вертикальный отрезок? Это же из-за того, что просто координата вот здесь лежит на одной вертикали, когда я измеряю длину, у меня это как бы... Просто я беру вот это и все, таптологически. Но на самом деле речь о том, что расстояние до точки 3-4, вот до такой точки, это такое же, как расстояние до точки 0-5 или 5-0. То есть на самом деле меня интересуют даже не столько пифагоровые, сколько такие n, при которых уравнение n равно x квадрат плюс y квадрат имеет много решений. То есть, по сути, меня интересуют окружности радиуса корень из n с центром в начале координат, на которых офигенно много целых точек, говоря хулиганским языком. Понятно, да, что хочется? То есть хочется научиться рисовать. Вот окружности рисуем одну за другой. На первой окружности их 4. На второй, которую мы видим, тоже 4. На самом деле она тоже могла быть использована вместо вот этой, вот эти отрезки можно было бы считать. Но это бы ничего не дало лишнего, да? На следующей окружности, там, вот это самое, на корень из трех радиуса никого нет, потому что 3 равно x квадрат плюс y квадрат не имеет решения никаких. Знаете, да, почему? Почему? Почему 3, 7, 11, 15, 19, 23 и так далее, все числа вида 4k плюс 3 не могут быть разложены в сумму квадратов? Делимость на? На 4, конечно. Квадрат числа либо 0, либо 1 дает при делении на 4. Сумма 2 квадратов, соответственно, 0 и 1, или 2 может дать, но не 3, 3 не бывает. Поэтому ни одно число, которое дает остаток 3, не даст никогда себя разложить в сумму 2 квадратов. Ну и вот, соответственно, на окружности радиусов мы, нас интересует только окружность вот таких радиусов, где n целое число, да? Потому что нужно, чтобы, если вот такое уравнение вообще удовлетворяется, то справа целое число, значит слева тоже должно быть целое. И тогда радиус это корень из целого. Ну вот корни надо перебирать. Корень из 3 не годится, ни одной. Корень из 4, пожалуйста, еще поймали 4 точки. Корень из 5, ага. Корень из 5 было бы лучше, потому что поймано сразу 8 точек, и это дало бы нам здесь 4 поставить уже. 2, 1, 1, 2. 2, минус 1, минус 1, 2. Минус 2, 1, 1, минус 2. Минус 2, минус 1, минус 1, минус 2. И меня совершенно не волнует тот вопрос, что никаким пифагоровым тройкам уравнение 5 равно 2 квадрат плюс 1 квадрат не имеет. Это не важно. Важно, что у него много решений на одной окружности, 8 штук. Но это вот для любого, как бы для любого числа, которое раскладывается в сумму двух разных квадратов, разных, будет тот же эффект. Будет 8 точек на окружности, вот эти вот плюс-минус А, плюс-минус В и плюс-минус В, плюс-минус А. Если мы везде эти знаки поменяем, то всегда будет. То есть здесь вот плюс-минус В, плюс-минус В и так далее. 8. Но мы уже видим, что бывает больше. Вот здесь их 12. А если бы здесь стоял не 0, и это были бы тоже два разных числа, их было бы уже 16, понимаете? Согласны? Их было бы 16. Но тогда нужно взять такое n, что оно двумя разными способами представляется в виде суммы двух квадратов. Причем, чтобы эти квадраты были у чисел совершенно тоже разных между собой. Какое первое число представляется двумя разными способами в виде суммы двух разных по модулю целых чисел? Но не пытайтесь. Если, конечно, кто-то из вас перебором его найдет, это будет круто, но находить его надо с помощью науки. Показать как? Это уже только... Все, геометрия закончена. Осталась алгебра чистая, правда? Все понятно. Мы ищем те окружности, на которых куча целых точек. То есть ищем n, при которых много-много решений вот таких уравнений. Чем больше решений, тем лучше нам. Тем больше константа здесь будет стоять. Ну и Ярдыш показал, как вот это количество решений уводить в бесконечность. Но как бы за счет того, что оно очень медленно уводится в бесконечность, асимптотику вот в его гипотезе не получается получить. Просто здесь эта константа, она становится некоторой очень-очень медленно растущей функцией, а-ля логарифм. Вот. Что? Есть вопросы? Да, 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 я согласен. Дело в том, что я забыл. Очень-очень, вот это очень хороший вопрос. Вот это я считаю, что это очень хороший вопрос. Значит, на самом деле ноль плох тем, что плюс-минус ноль это ноль. То есть я должен был сказать, нужно, чтобы здесь все они были не нулевые, все разные по модулю. Вот тогда мы получим 16, да. Ну, очень правильное замечание. Так, ну что. Ну вот, друзья, на самом деле вы можете перебором найти такое число, но я сейчас его найду не перебором, с помощью некоторой науки. Заодно с вами ее познакомлю. Ой, не с вами ее познакомлю. Здравствуй, наука. Знакомься, школьники Смоленска. Сейчас будет обоюдное знакомство с некоторой наукой. Итак, 5 – это 2 квадрат плюс 1 квадрат. Никто не спорит, да? Следующее число, простое почему-то мне интереснее всего, которое является суммой двух квадратов. 7 не годится, делится, дает остаток 3 определения на 4. 4, 9 непростое, 11 опять, 13. Так, какие? Да, 3 и 2. Теперь смотрите, сейчас начинается магия. Вот сейчас, внимание всем, сейчас начинается магия. Значит, что такое 2 квадрат плюс 1 квадрат? Это 2 плюс корень из минус 1 умножить на 2 минус корень из минус 1. Ну, математики, они устроены так, если им что-то нужно, они это выдумывают. Если нам нужен корень из минус 1, он будет у нас, все. Он есть, как он называется? И, да, внимая единица. Давайте тогда, если вы знаете, что такое И, то и слава богу, тогда будет все проще. Вот, ну, И это и есть корень из минус 1. Вот, поэтому я могу так разложить. Ну, вот просто раскрывать скобки, получится как раз с оба квадратов, да? Так, ну, а здесь что будет написано? Отлично. Теперь, внимание. Чему равно 3 плюс 2 И умножить на 2 плюс И? 6 плюс 3 И. Так. Да, то есть? Минус 2. Отлично. То есть, иными словами? Что это? 4 плюс 7 И. Да? Хорошо. А чему равно 3 плюс 2 И умножить на 2 минус И? Это что такое? 6. 6. 6 плюс 4 И. Плюс 4 И. Минус 3 И. Минус 3 И. Минус получается 2 И. Плюс 2. Молодцы. Минус 2 И квадрат, то есть плюс 2. А это что тогда? Получается 8 плюс И. Отлично. А теперь вычисляете 4 квадрат плюс 7 квадрат и 8 квадрат плюс 1 в квадрате. Все, а кулинария закончена. Число найдено. Можно было, конечно, угадать. Ну, 65 не очень большое число, да? Можно было его угадать. Но зачем нам угадывать, когда есть комплексные числа? Они нам подскажут все. Пожалуйста, 16 точек на окружности корня из 65 радиуса. А значит, 8 Н можно поставить в оценке F от N. Кто больше? Так. Да, ну будет тоже 4, но просто других. Надо продолжить эту идею. Какое следующее число простое? Нет, пропустили кое-что. 17. И оно равно 4 квадрат плюс 1 квадрат. Правда? Иными словами? Ну, давайте начнем с плюс и и 4 минус. Так, хорошо. Теперь смотрим, что получится. 4 плюс 7 и умножаем на 4 плюс и. 4 плюс 7 и умножаем на 4 минус и. 8 плюс и умножаем на 4 плюс и. 8 плюс и умножаем на 4 минус и. Так. А слабо в уме? Вот кто-то уже сказал 9, да? 9. Значит, 16 минус 7 действительно 9. А здесь? Что-то мало. больше? 7 и 4. 28. 32. Так. Здесь? 23 вроде бы. Если не ошиблись. Плюс? Ага. Так. Идем дальше. Нет, минус. И квадрат. 31. Плюс 12. И, наконец. Вот теперь уже 33. Минус 4. Ну, минус это, в принципе, не очень важно. Вот. Ну, и я держу предположить, что вот эти вот будут все одинаковые. И сейчас посмотрим, чему же они равны. 31 квадрат плюс 12 квадрат и равно 33 квадрат плюс 4 квадрат. В каждом случае два разных числа, не нулевых. Поэтому каждый вот этот вот даст 8 точек на окружности радиуса. Какого радиуса? Да. Корень из 1105. Так, а чем вот 1105 связано с вот этими всеми нашими числами, которые были? Что такое было 65 по отношению к 5 и 13? Произведение. Значит, мы, наверное, подозреваем, что здесь тоже будет произведение вот этих вот чисел. И это подозрение перейдет у нас в уверенность, если мы вычислим его. Ну, если мы все это вычислим, действительно, во всех случаях, если мы нигде не ошиблись, будет 1105. То есть мы нашли следующий n, при котором мы улучшили нашу оценку, ну, значительно, на самом деле, в два раза. Потому что мы, смотрите, что сделали. С каждым из до этого существовавших решений мы произвели умножение на 4 плюсы и на 4 минусы. То есть мы их удваиваем, мы удваиваем количество точек на окружности. Следующее число какое будет? 29 дальше, потому что 19 дает остаток 3, 21 непростое, 23 дает остаток 3, 25 непростое, 27 дает остаток 3, да и непростое тоже. А вот 29 простое дает остаток 1, в определении на 4. Так, 5 квадрат плюс 2 квадрат. Да, ну вот, теперь я, вот упражнение надо убедиться, что каждая из вот этих чисел, будучи умножена на 5 плюс 2и, а также на 5 минус 2и, породит два варианта, лежащих на окружности радиуса 1105 умножить на 29 корень. И мы, и то же самое произойдет с остальными, то есть, ну как бы, что это, на самом деле, это метод абсолютно общий, мы можем так продолжать, но мы сейчас обсудим, как бы, какое-то обоснование, иначе это не математика, а чистая кулинария, да, ну сказал метод, да, ну пожалуйста, да, стройте, это как, кто-нибудь объяснил, как строить дома, но сопромат не объяснил. Человек строит дома, он не знает, когда ему на голову кирпич попадет, какой момент. То же самое здесь, если я не подвожу науку под то, что мы делаем, то это лишь какая-то странная шаманская практика. Берем новое простое число, вида 4К плюс 1, пытаемся его разложить в сумму квадратов, домножаем, о, получилось, ура, получилось, да, а в следующий раз мы же не уверены, что получится. Поэтому нам нужна наука большая, давайте вот эту науку чуть-чуть поразвиваем, но мы ее, как бы, на самом деле, эта наука, вы ее будете развивать, когда вы поступите к нам на физтех. О, я отчитался перед Андреем Михайловичем Брагородским, позвал у всех на физтех. У меня каждый мой выезд, я всегда возвращаюсь и говорю, Андрей Михайлович, я агитировал всех приходить на физтех. Вот, ну вот это формально, это чистая правда, я только что это сделал. Так вот, когда вы придете на физтех, вы там увидите всю науку, а сейчас, ну то есть ее обоснование. А сейчас я объясню, на каких утверждениях строится вот это все, что тут происходит, да. То есть, как открывается ларчик, какой-то странный ларчик, да. Понятно, что дальше можно это продолжать, если это действительно так работает, то с каждым новым простым числом появляются еще два варианта, вдвое больше вариантов, чем было. Ну и мы эту константу, понятно, мы ее разгоняем, разгоняем, делаем сколько угодно большой. Если точек реально очень много, так что вот эти вот на этой окружности, да, огромного радиуса, их в том куске плоскости, который мы запичкали точками, их очень много, и с каждой точки торчит соответствующее количество таких вот отрезков. Ну что, поехали? Что же это за наука? Прежде всего, это, конечно, комплексные числа, да. Но это же не абы какие комплексные числа. И это комплексные числа, у которых целыми являются входящие в них вещественные и мнимые части. Кто знает, что такое комплексные числа, кто не знает, но просто это вот то, что при И и то, что без И, называется вещественная часть, и мнимая, соответственно, то, что без И мнимая, ой, наоборот, вещественная, а то, что при И, называется мнимая. Вот, и мы делали какие-то вычисления. Вот давайте эти вычисления сейчас поделаем в общем виде и посмотрим, на каких математических теоремах зиждется открытый нами метод, открытый полем Эрдышем метод. Значит, что мы первым делом делали? Мы брали очередное простое вида 4К плюс 1. 5, 13, 17, 29, 37 будет, 41, по-моему, 53 дальше, да, будет, 61, видимо, что дальше, 73, ну и так далее, в общем, ой, 73, да, 73, правильно, ага, 73. А, интересно, что такое 73? А, это 8 квадрат плюс 3 квадрат, да? Да, дальше мы делали следующее. Мы пытались угадать, какой суммой квадратов является каждая из них. Правда? И до какого-то момента нам это вполне удавалось. Это 2 квадрат плюс 1 квадрат, да? Ну, давайте я вот так буду писать, вот здесь внизу. буду заключать в пару, то, те числа, да, которые будут давать. 13, это было 3, 2, да? Диктуйте дальше. Так. 2. 6, 1, да. Здесь? А? Нет. 4, 5, да, 5, 4. 25 плюс 16. Так. Здесь что? 7, 2, да? Тут? Ага, 8 перебивает. 7, 3 мало. Ага. Верно. 8, 3. Ставлю многоточие. Первый вопрос. А почему так всегда получится? Почему это любое число вида 4К плюс 1, простое, является суммой двух квадратов? О, это знаменитый результат. Это рождественская теорема Ферма. Это не та, которая великая, не та, которая малая. Это третья теорема Ферма, которая называется рождественская теорема Ферма, или, как ее еще иногда называют, теорема Ферма Эйлера-Гаусса, трех великих математиков той эпохи. Это о том, что любое простое вида 4К плюс 1 действительно есть сумма двух квадратов. Она сложная, я ее сегодня не буду вам рассказывать, но именно на ней, на этом теоретическом факте, основывается то, что всегда можно выбрать такую вот пару чисел, и всегда можно начать тот процесс, который мы писали. Так, идем дальше. Следующий вопрос. А ряд этот почему не закончится? Простых чисел бесконечно много, и это доказал еще и в Крит. Но в нашем случае требуется немножко более сильное утверждение, что бесконечно много простых вида 4К плюс 1. Да. И это не просто. Так, это не это самое, не стакан воды. Это не как вот 4К плюс 3, если доказывать количество, что их бесконечное количество, это простое рассуждение. В общем, если кто-то из вас сможет доказать, что простых вида 4К плюс 1 существует бесконечное количество, это очень хороший результат. Очень. И вашим учителям советую это отметить. Если кто-то из вас докажет, покажите учителю, скажите, что Алексей Иванович задал на дом, и просил предъявить учителю. И если будет все правильно доказано, то учитель должен очень сильно погладить по головке. Шоколадку подарить. Я от себя раздаю подарки. Знаете, как это? Правительство раздает льготы, говорит, все банщики должны пускать многобетных бесплатно в баню. Но за счет банщиков. И возникает тяжелая проблема. Где же банщики возьмут эти деньги, да, чтобы... Ну, некоторые банщики говорят, конечно, радостно, да, с удовольствием. А другие говорят, ну, блин, дайте нам тогда субсидии. Ну, и начинается такая вот фигня. Вот я сейчас от своего лица сказал, что учительница ваша подарит шоколадку, если вы это докажете. Но я думаю, что это трудная штука. Не очень многие школьники с ней справятся сами. Но, в общем, это хорошая задача. Это хорошая, не очень тривиальная задача. Доказать, что простых видов 4К плюс 1 бесконечно много. Да, бесконечно много, это правда. Ну, то есть факт верен. Значит, по крайней мере, мы уже будем иметь бесконечную такую цепь такого рода равенств. И для каждого из них мы можем написать, что p равно x плюс yi умножить на x минус yi. Хорошо. Следующий прием. Что мы делали дальше? Не совсем. Мы писали, что следующее простое вот так раскладывается, да. А вот дальше мы раскрывали скобки. Мы писали x плюс yi умножить на z плюс ti. И писали x плюс yi умножить на z минус ti. И у нас получалось два разных выражения, которые задавали нам разный способ представить почему-то именно произведение p умножить на q в таком виде. Давайте это поймем. Давайте поймем, почему это происходит. Для этого напишем следующее. p умножить на q равно x плюс yi на x минус yi на z плюс ti на z минус ti. Но это я просто, если уж мы верим в силу комплексных чисел, то мы верим, что можно их умножать, складывать, делить, вычитать даже как обычно. И тогда будет верно вот такое выражение, да. Именно поэтому 65, да, было 65. А здесь было 2 плюс i на 3 минус 2i на... Ой, 2 плюс i на 2 минус i на 3 плюс 2i на 3 минус 2i. Что мы делали дальше? Мы писали вот это на это, а вот это на это. А в другом варианте наоборот это вот на это, а это на это. Правда? То есть разбивали двумя разными методами. Вот здесь получалось одно, а здесь получалось другое. Здесь получалось xz минус yt плюс xt плюс yz на i. А здесь получалось xz плюс yt плюс xz минус xt на i. Согласны? С буковками отслеживаете? Были числа, теперь буквы. Я хочу в общем виде объяснить этот эффект. В общем виде. То есть мы написали два простых числа, разложили их вот так, потому что есть такое i, и тогда их произведение раскладывается в виде четырех множителей, но на самом деле можно их сгруппировать попарно, причем двумя разными способами сгруппировать их попарно. И в одном способе у меня x плюс yz умножается на это, и вот получается вот такое выражение. А во втором вот такое. Значит, теперь я хочу как бы этот эффект объяснить, вот что будет оставшиеся два вот в этом случае, если x плюс yi умножил на z плюс ti. Какие оставшиеся две скобки надо будет перемножить? Сопряженные, кто-то правильно сказал, кто-то знает на самом деле, кто-то прошаренный. Кто прошаренный и сказал, что будут сопряженные? Кто? А. Молодчина, да. Значит, действительно нужно умножить сопряженные, но тогда и сопряженные получится. При умножении сопряженных получается сопряженная. Ну, это можно просто легко проверить, чисто раскрывая скобки, что будет вот это будет таким же, то есть вот эта вещественная часть будет такая же, а мнимая тоже такая же, только со знаком минус на этот раз. xt плюс yz умножить на i. Ну, а теперь чего? Вот это вот при умножении на вот это, естественно, тоже дает xz минус yt в квадрат, плюс xt плюс yz в квадрат. Если мы такой же фокус проделаем со вторым, то получится заодно xz плюс yt в квадрат, плюс yz минус xt в квадрат. И оба они будут равны p умножить на q. В принципе, вы могли и без комплексных чисел просто угадать вот такую вот интересную формулу, вот такую формулу, да, тройную, угадать. Там сокращается, когда вы будете брать сумму, тут будет 4 произведения квадратов, здесь будет минус 2x yz, а здесь будет плюс 2x yz, и они посокращаются. Но это невозможно угадать, если вы нормальный человек, да? А вот комплексные числа понять можно даже нормальным людям. Понимаете, да? То есть, чтобы угадать вот это вот равенство, нужно быть каким-то экстрасенсом, типа Рамануджана, да, которому в ночи приходили от богини Лакшми приходили математические формулы, которые он не умел доказывать никогда. Но если вы нормальный человек, вы изучите комплексные числа, и они вам подскажут, что вы просто их умножали здесь попарно, и получались соответствующие результаты. То есть, все это основано на арифметике комплексных чисел, и она вам дает вот такие вот странные формулы, что если одно число есть сумма двух квадратов, и другое, то и произведение есть сумма двух квадратов. Причем двумя разными способами. Почти все уже мы открыли, почти все секреты. Есть только один вопрос, который вы не задали, но если бы его кто-то задал, я бы сказал, что это человек с очень высоким математическим прозрением. А вопрос такой. Вот мы плодим эти высокие большие числа с большим количеством способов раскладывать сумму квадратов. Плодим, плодим и плодим. А почему все время разные получаются числа-то? То есть, почему на каком-то этапе у меня как бы были, ну вот что у меня было, p1 равно x1 квадрат плюс y1 квадрат, да? Дальше у меня, ну а это то же самое, что x1 плюс y1 и, на x1 минус y1 и. Дальше p2, следующее простое число, было x квадрат плюс y квадрат, только с индексами 2. оно же x2 плюс y2 и на x2 минус y2 и, да? Ну и вот так вот я иду, иду, p10 там равно x10 плюс y10 и, ой, извините, я сразу начал писать. Ну сразу, значит, сразу. На x10 минус y10 и, да? И теперь я, что я делаю дальше? Я беру вот эту скобку и змейкой ее умножаю, как бы на некоторую выборку из остальных скобок. И у меня таких змеек, вот начинающихся отсюда, два в девятый, потому что в каждом случае я могу выбрать либо справа, либо слева число. Либо это, либо сопряженное, либо это, либо сопряженное, либо это, либо сопряженное. И у меня два в девятый способа вот такую змейку построить. Поэтому если у меня 10 простых чисел написано, то два в девятый на самом деле у меня будет этих самых разных вариантов, ну потому что это будет уже давать как бы оставшуюся часть сопряженную. Вот. Два в девятый вариантов разложить произведение в сумму квадратов. Каждый вариант дает еще 8, то есть 2 в кубе. Значит, два в двенадцатый вариантов делим на 2, потому что из каждой точки идет два отрезка, получаем 2 в одиннадцатый разных этих самых равных друг другу отрезков. Если было 10 простых чисел, будет 2 в одиннадцатый равных отрезков. Если будет 11 простых чисел, будет 2 в двенадцатый. Вопрос. Почему все такие произведения дают разные комплексные числа? Ведь если мы получили одно и то же А плюс БИ, то у меня проблемы. А если мы часто будем получать одни и те же, то у меня большие проблемы. А если в каком-то момент они вообще перестали плодиться, то кирдык методу, да, полный. Вот. Почему же они разные? Ну, на этом я завершу. Я вам только скажу, почему. Потому что... Нет, нет, нет. Потому что нет. Посмотрите, почему. Потому что вот эти числа, целые комплексные числа, обладают очень похожей арифметикой на обычные, в том числе для них верна основная теорема арифметики. О том, что если вы взяли разные простые числа вот такого вида, то и произведения будут всегда разными. А сама основная теорема арифметики – это очень сложный факт. Он, так сказать, даже для целых чисел непростой. А для этих надо адаптировать доказательства для целых, соответствующим образом. Тоже делиться остатком их, вот эти вот страшные числа. Ну и дальше, единственное, последнее утверждение не очень сложное, что если было простое и обычное, вида 4К плюс 1, то оба вот этих будут простых в новом смысле, комплексном. И, соответственно, у нас здесь записана куча простых чисел, и уже тут все произведения будут разные, естественно. Потому что основная теорема арифметики, и все. Все теперь установлено. То есть это как бы весь метод РДШ, он построен на трех, как минимум трех главных утверждениях. Первое, что простых чисел вида 4К плюс 1 бесконечное количество. Второе, рождественская теорема Ферма, что любое из них равно сумме двух квадратов. И третье, что в вот этой арифметике, таких целых комплексных чисел, верна основная теорема арифметики. Вот на этих трех утверждениях, которые, естественно, были давно-давно-давно доказаны, там два века назад с лишним. И основан его метод. И его метод в результате приводит действительно к повышающейся постепенно константе. И это самое лучшее, что сегодня мы знаем. Вот, больше ничего неизвестно на данный момент. На сим я, в общем, раскланиваюсь, вопросы, а потом я расскажу про каналы, где смотреть лекции в интернете. Давайте, как мы поговорили, три вопроса лекции вам. Один был уже задан. Вот, можно еще, да? Пускай он получит двух вопросов, можно писать. Так. Здравствуйте. Добрый день. Я Анатолий Боровский. Хочу вас спросить. Рассматривал ли Эрдер свои задачи для трехмерного пространства, четырехмерного, нмерного? Да, понял. Так. 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 Значит, сейчас я пытаюсь вспомнить. Я пытаюсь вспомнить. Дан. Ответ такой. В четырехмерном пространстве задача становится тривиальной. И сейчас расскажу, почему. Внимание, сейчас будет больно, хорошо? Сейчас я объясню, почему она становится тривиальной в четырехмерном пространстве. Итак, рассмотрим четырехмерное пространство. Что это такое? Это две перпендикулярные друг другу плоскости. Но не так, как у нас, когда они еще и по прямой пересекаются. А это такие плоскости, которые пересекаются по одной точке, и любая прямая в одной из них перпендикулярна любой прямой в другой из них. Это четырехмерное пространство. Это трудно представить, но оно есть. Вот, видишь, суслика. И я не вижу, но он есть. Это вот про математику. Значит, смотрите. Вот у меня одна плоскость, и вот перпендикулярная ей другая, и вот они там в какой-то точке пересекаются. Рисуем в этой плоскости окружность и в этой плоскости окружность. Половину точек наносим на эту окружность, половину точек наносим на эту окружность. Утверждение. От любой точки этой до любой точки этой одна и та же длина. Телемпифагора просто. И поэтому нам сразу дается асимтотика n квадрат. Вот столько уже длин, но n квадрат делить на 4. То есть мы там существенную долю всех точек, там 25%, извините, существенный процент всех расстояний, 25%, просто смогли уравнять. Даже половину. На самом деле половину. Вот. И поэтому существенная задача в размерности меньше или равно 3. и дам в размерности 3. Ее ставил эрдыш, а решал человек, которого зовут Янош, а фамилия у него Пах. Ну, венгер бывает. Вот. Есть даже такая игра сет. О, а кто знает игру сет? Поднимите руку. Так вот, есть результат про то, сколько в нмерном сете, когда n признаков, сколько карт должно быть, чтобы еще могла быть ситуация, что нет ни одного сета. И ответ 2.8 в степени n и теорема называется теорема трех авторов. У первого фамилия Крут, у второго Лев, у третьего Пах. Это тот самый Пах. Она 2013 года. В общем, вот этот Яна Шпах, он занимается как раз проблемой в размерности 3, и там она нетривиальна. Там она нетривиальна, там гораздо большая свобода и большие асимдотики. То есть, она действительно суперсложная, только на плоскости. Это вот такой интересный вид задачи, который сложнее всего оказывается в плоской постановке. Ну и в трехмерной она содержательная и хороша. Да. А может быть такой-то странный вопрос. А простое число получается из суммы квадратов чисел нечетного и четного в случае 1,8, 2,9, 4,7, 4,9, и 6,7, да? Да. Да, потому что если они одной четности, то их сумма будет четной. И поэтому простым уже быть не может быть. еще не могут быть 1,8, 2,9, 4,7, 4,9, и 6,7, то там будет образовываться четвертым. Что-что? И поэтому еще эти чиселы могут оканчиваться на единицу и 8, но тут больше, ну да, да, нет, там есть некоторое количество ограничений, очевидно связанных с тем, что сумма квадратов этих чисел будет уже делиться на 5, но на самом деле если там более аккуратно партнеризировать, можно и еще целый ряд такого рода ограничений тоже сделать. А вот если их не накладывать, то вот уже есть шанс на получение настоящих простых чисел. Спасибо большое. Так, ну что, а я пока я пока напишу, куда надо заходить. Значит, youtube com слэш маткульт привет. маткульт привет. Так и пишите маткульт привет русскими буквами. Если плохо запомните мою фамилию, набирайте и сразу туда вас выведут. Савватеев с двумя в. Вот. Кроме того, сюда же приводят mass.ru mass.ru слэш маткульт английскими. И вот этот канал, который мы сейчас активно развиваем. и я приглашаю каждого из вас туда подписаться и, как говорит молодежь, ставить лайки, да? А дизлайки не ставить. А я не знаю, что такое колокольчик. поделиться, да? О, я буду знать. Я выучил, что такое ставить лайки. А что такое колокольчик, еще не знаю. Дальше есть еще инстаграм. Инстаграм, кажется, так, Алексей, его ведет один из моих друзей, волонтеров. Вот. Ну, я ему скидываю, он его ведет. То есть, ну, как бы, фактически мы с ним ведем. То есть, даже не я скидываю, вот сейчас меня здесь нафотают, я скажу, куда скинуть, и те, кто меня фотали, скинут, и это окажется в инстаграме. Вот. Значит, есть инстаграм, есть контакт, vk.com слэш Алексей подчеркнет Саватей. Потому что, в основном, это веду не я. Я, в общем, почти ничего сам не веду. Я вот с лекциями езжу, а потом то, что получается из этого, какие-то записи, их туда все сваливается. Есть также Facebook Savatan. Это моя кликуха школьная такая была. Savatan. Вот. Мы его тоже самое, эту кликуху вытащили из Нафталина. Есть ЖЖ, что-то еще есть, наверное. Где-то Telegram кто-то ведет, по-моему. В общем, на самом деле, куча всего. Но вся информация сагрегирована на сайте Savateev XYZ. Там же 100 уроков математики, которые рекомендую каждому из вас, а в первую очередь тем, кто много понимал из того, что происходило. Вот. Это, значит, вот сюда нужно залезать и их изучать. Кто не очень много понимал, скачивайте книгу «Математика для гуманитариев». Здесь совершенно бесплатно. Да, вот, если кто плохо понимал, «Математика для гуманитариев». Вот. Ну и там расписание лекций ближайших. Но сейчас, наверное, там ничего нет, потому что на Новый год мы пока еще не думали, что будет. Ну, то есть, не расставили прям четко по датам какие-то уже известные лекции, какие-то еще расставляем. Ну, вот такая мы математическая империя в интернете называется, куда я вас всех и приглашаю. спасибо. Спасибо большое. Я, наверное, просто первые два вопроса были очень содержательно по теме. Третий тоже хороший, но книги две, поэтому первые два. Но тебе тоже спасибо большое. Так, давайте, подходите. Ты и ты. А, да. А тебе, таких-то у нас много, да? Вот. Подходи тоже. Ну, когда ребята прочтут, ты у них возьмешь и тоже прочтешь. Книжечку. Так, номер один. Тут внутри такая же тоже лежит. Только я сейчас подпишу, где ручку нужна. Ручка. У кого близко ручка? Сейчас. Ага, спасибо большое. Как зовут? Леша. Леша. Так. Спасибо. А тебя? Да я, Толя. Толя, ага. Отлично. Спасибо. Все, друзья. Удачи. 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 Можно фоткануться вместе, да, здесь? Да, мы уже сделаем. Все вчетвером сейчас фотканемся. А, уже фотканулись, да? Как там было? Вот. Все, давайте, ребят. Дерзайте. Спасибо, ребята. Спасибо, Алексей Владимирович. Наши аплодисменты. Я хотела бы попросить поднять руку тех, кто решил посмотреть или уже давно смотрят в сторону фистеха. Есть. Они есть среди нас. Приятно видеть. Спасибо, лицеисты. Спасибо. Сколько школьника не корми, а он все в фистех смотрит, да? Совершенно верно. Спасибо. На этом лекция наша закончена. Прошу тогда всех выйти. Может быть, кто-то вернется, но уже в 5 часа. Спасибо. Да, следующая лекция будет про теорию вероятностей. Конечно, конечно, конечно. Так, ты явно тоже фистеховский, да, потенциальный наш абитуриент. Так. Спасибо большое. Ага, успехов. Ой, вот так. А как вы так пришли к культуре по математике, чтобы рассказывать? Я понял, что для меня настиг некий потолок, что алгебраическую геометрию современную я не способен понять. И я стал ездить, рассказывать то, что я успел понять и понял хорошо и стал рассказывать всем. А с геометрией у вас были проблемы? С алгебраической геометрией. Это такая особая фишка. Это как бы есть наука над всеми остальными. Она математика. А в математике есть тоже одна наука над всеми остальными. Называется алгебрическая геометрия. И вот ее я так и не освоил, хотя я все пытаюсь. То есть я читаю книги медленно, но постепенно осваиваю. Но это так. А вот главную деятельность, решила, что буду рассказывать все остальное. Удачи. Я Рик из Центра атомной энергии Смоленска. Мы с вами заочно общались. Мы общались по Екатеринбургу.